всем привет мои друзья с вами владимир вот на этой поляночке я собирал иван-чай приехал домой и сейчас буду готовить иван-чай покажу вам полный процесс а это подвяливание ферментация нарезка сушка в общем полный процесс как я готовлю иван-чай вот друзья мои приехал я из леса привез листья кипрея и положил на подвяливание это первый этап приготовления иван-чая немного сортирую убираем желтые листья с утра какая попалась первый процесс пошел что я буду смотреть как они будут подвяливаться нам до утра стало это получится где-то часов 15 но обычно так на сутки ложат но очень жарко я думаю получится так вот они подвяливаются значит в тени я на веранде положу здесь тень кошка открыл сквознячок вот сейчас пошел прошло 8 часов подвяливание идет вот видите он шуршит начну второй этап ферментации делаю к вечеру на ночь и оставлять не буду иначе он пересохнет вот хочу еще сказать одну полезную вещь ни в коем случае нельзя листья мыть все бактерии полезно уничтожаются и потом сушить приступаем к скручиванию вот так друзья мои идет процесс скручивания вот обедряемые листья кипрея беру я их в руку сжимаю раскатываю в кулаке значит похрустывает немножко вот она должна ломаться так и дальше промеж ладоней я скатываю до выделения сока сок выделяется так вот ну конечно трудоемко хочу что сказать вам про проявление все конечно зависит от температуры некоторые рекомендуют до 30 до 20 часов этот процесс том году так же так она у меня и было мы шли дожди сейчас вот в эту жару 35 градусов в тени все процессы идут быстрее то же самое по ферментации наверно буду смотреть как получится ну вот друзья мои основная работа проделала скрутил вот мисочка тарелочка и баночку с водой поставлю для груза ферментация началась я укрою значит мокрым полотенцем или тряпочкой и будем ждать процесс брожения пойдет в общем ферментация бывает легкая это до 6 часов средняя 10 часов 18 часов и сильная такая ферментация 36 часов но как я говорил нужно учитывать погодные условия в эту жару мне кажется хватит сух 14 15 как почувствую приятный запах запах такой цветочный яблочный должен быть так так значит будем идти следующим этапом резко сушка вот так вот работа проделана ну и сразу хочу сказать замеряйте свои силы мог я нарвать ну не знаю мешок ведь сколько нарвал я сумочку вот потратил я на скручивание где-то часа полтора это тяжелая работа можно конечно сквозь мясорубку пропустить и также вот поставить на ферментацию он получится гранулируемый чай у меня свой такой процесс я делаю так мне нравится так вот так укрыл мокрой тряпочкой пусть стоит время 8 часов вечера посмотрим до утра вот друзья мои прошло 22 часа ферментация закончилась я думаю она получилась у меня глубокая такой запах стоит такой нежный нежный чудесный запах вот осталось нарезать его и сушить приступаю вот друзья мои зрители мои нарезал я раскладываю для сушки сушить я буду на веранде в том году я сушил в духовке погода прохладная была но если в духовке сушить то при температуре не свыше 60 градусов я сушил где помыл 45 градусов у нас жара думаю за сутки он у меня будет готовый покажу вам результат прошло меньше суток и наш иван чай уже высох смотрите совершенно сухой вот что значит жаркая погода высох не надо никакой духовке у нас на веранде как в духовке все сейчас попробуем заварить попьем новый чай вот такой чай у нас получился иван чай положили немножко каркаде и шиповника вот такой чудесный цвет получился такой напиток витаминный хорошо удаляю жажду что сейчас именно важно такую жару как у нас стоит спасибо друзья мои что были со посмотрели это видео до конца увидели как я делаю иван чай всем пока всем мира и добра с вами был владимир пока пока удачи и берегите себя а